Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это обзор полуфиналов Лиги Европы. Поехали! И первый же у нас матч это Манчестер Юнайтед против Севилья, точнее Севилья. Манчестер Юнайтед, интереснейший матч, Манчестер Юнайтед минимально прошел Копенгаген в реальной жизни, но именно Манчестер Юнайтед является главным фаворитом, но в основное время счет не открыли обе из этих команд, а вот Манчестер уже на 104-й дополнительной минуте, благодаря Антони Марсиалю забивает, вводя вперед, свою команду. Ну и действительно Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы выиграть очередную Лигу Европы, потому что последний раз, я даже сейчас не вспомню какой год это на самом деле был, 2016-2017, когда Манчестер Юнайтед выигрывал Лигу Европы, обыграв в финале Аякс. Это был замечательный, конечно же, матч. 2-0 тогда победили они в финале, но пока что вот один шаг у нас буквально до финала, и в нашей Лиге Европы именно Антони Марсиалю выводит единственным своим голом финал Лиги Европы Манчестер Юнайтед. Счет так и заканчивается, и счет тоже останавливается на вот этой отметке 1-0. Тоже интересное противостояние. Интер хорошая команда, в Италии показала великолепный футбол, закончили на второй строчке, могли стать и чемпионами Италии, но одного очка им не хватило, чтобы догнать хотя бы Ювентус. Ну и Шахтер тоже единственная команда, которая дошла до полфинала Еврокубка из СНГ. И все-таки вот он снова этот, наверное, главный фактор Интера. Это Ромео Лукако, он забивает, ну, сейчас в нашей 10-й, конечно, матч подряд в Лиге Европы, ну, а в реальной жизни у него достижение 9 матчей подряд он забивает в Лиге Европы. И даже здесь в ФИФЕ все равно, но он забивает. Отлично. У нас он и в предыдущем матче тоже забил, ворота Байера 1-0. И в реальной жизни победил все-таки Интер Байер. Я записываю это еще до полуфиналов, так что счет я не знаю. Поэтому, ну вот, Ромео Лукако выводит вперед Интер. И благодаря этому они выходят в финал именно в нашей, так сказать, симуляции. Так что у нас получится финал Манчестер Юнайтед Интера. Посмотрим, как будет в реальной жизни. Ну, а сейчас мы посмотрим на команду недели именно по нашим вот футболистам. Один из лучших игроков полуфинала Лиги Европы. Ну, а лучшим игроком признан Андреас Перейро, игрок Манчестер Юнайтеда. Он получил оценку 8,6. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья, всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok